Друзья, с нами Юлия Латынина на канале «Фабрика новин». Пожалуйста, традиционно подписывайтесь на YouTube-канал «Фабрика новин» и «Латынина ТВ» в YouTube, также на Twitter Юлия Латынина и на Telegram-канал «Юлия Латынина». Юлия, посвящен. Юлия Залмаев, как-то так, Питер. Вы меня представили себе? Нет, нехорошо. А меня так знает Питер Залмаев, но что же меня там представлять? Я ваш скромный слуга всего лишь в этой беседе. Юлия, вот кадры Зеленского в лондонском порту с неожиданным, как это передают западные СМИ, визитом прибыл Зеленский и что называется «hit the ground running». Есть такое выражение в английском, просто вот буйная деятельность уже выступает в парламенте, уже британский парламент принимает очередной пакет санкций против России. Ну и разумеется, мы знаем, что все это время Великобритания тренирует, то есть обучает украинских солдат и вот уже начало обучение украинских солдат, пилотов по пользованию стандартных натовских истребителей. Хотел бы услышать от вас впечатление от этого визита, то, что вы сейчас видите и, может быть, набивает ли это какие-то параллели с путинской дипломатией? Еще недавно Владимир Путин принимал у себя лидеров большой восьмерки. Ну, во-первых, по поводу Зеленского есть практичное замечание. Я думаю, что он привезет из Великобритании ракеты Storm Shadow. Вау! Ну, как-то так. А зачем он поехал? Просто произнести речь в парламенте? Знаете, как бы обычно Зеленский куда-то приезжает, то потом он приезжает с большим подарками, как Дед Мороз. Ну, это чисто предположение. Второе, конечно, что вот мы всю прошлую, по-моему, неделю наблюдали визиты Лавровой в Исватине, в другие могущественные государства африканские, где они делились опытом, как превращать пули белых в воду и снаряды берег в скорлупки. Видимо, очень помогает путинская армия как раз на той стадии, где эти скрипоносные вещи ей очень нужны. Но вообще-то, если говорить серьезно, то, конечно, я думаю, что Путин очень сильно корячится, потому что, ведь одна из его главных идей была то, что вот он будет, если не главный в мире, то, во всяком случае, и не второй. И он все время рассказывал про сферы влияния, предлагал США что-то поделить. И в начале его карьеры, когда Путин был наследником Ельцина, если вы помните, он принимал у себя, это была восьмерка, он принимал у себя в Константиновском дворце специально для этого отремонтированном, не будем загадывать, сколько там было откатов и чего, он принимал всех лидеров свободного мира. Он думал, что это никогда не кончится. Причем он же их все время кидал. Вот есть известная история, как на 9 мая, когда произносили приговор Ходорковскому, как раз отсрочили приговор Ходорковскому, потому что был 9 мая, там было какое-то летие победы, соответственно, все западные лидеры, включая Ангела Меркель, тогда собрались на трибуне мавзолея. И тогда, по легенде, я думаю, что это правда, Путин пообещал, что он типа, ну, конечно, накажет Ходорковского, но отпустит. И вот отсрачивают эту приговор до того, как пройдет 9 мая, 9 мая все собираются, и Путин, естественно, всех кидает, потому что он считает, что о договоренности исполняют только лохи, и вообще, если ты заключил договор, это просто повод для нового наступления и компромиссы, это плацдарм для нового кидка. И, соответственно, все западные лидеры, как ему казалось, то и не казалось, это глотают. Продолжается мир, дружба, жвачка, северный поток, увеличение зависимости Германии от газа, и Путину казалось, что на этом колесе он будет кататься вечно. Я вам другую историю расскажу. Я не помню, когда был этот саммит восьмерки, но, по-моему, это был саммит восьмерки, принимал Путин и всех в Константиновском дворце, если я не ошибаюсь, это был Барак Обама, уже, кстати, после тогда, получается, грузинской войны. И там, во-первых, была демонстрация, о которой, конечно, не знал никто, кроме тех людей, кто ее снимал, демонстрация геев типа в поддержку Барака Обамы. Насколько я понимаю, это какие-то ольгинские были истории, то есть вот это была такая насмешка, которую не заметил никто, кроме вот этого внутреннего круга Путина. И тогда была другая совершенно фантастическая пленка. Насколько я понимаю, это вот были первые попытки, скажем так, быть замеченными, это были первые попытки ольгинских быть замеченными. И пленка выглядела так, что якобы снимает какой-то человек приезд американского президента и вдруг видит какой-то человек, который там типа идет навстречу в здание аэропорта. И они друг другу говорят, ой, слушай, а кто это? А это же Навальный. Но это совершенно не похоже было на Навального, но не важно. А это же Навальный. А зачем он пошел? А он деньги ушел получать от американского президента. А потом человек выходит с чемоданчиком, а потом от самых серьезных вот таких пропутинских олигархов или вот людей достаточно приближенных. Я слышала, это же вот Навальный встречался с американским президентом, когда тот прилетал на восьмерку в Константиновский дворец. И пленка об этом есть. И вышел с чемоданчиком. И это, об этом никто не знал, но как выясняется, кроме самого Путина. И вот это было начало того, что сейчас выросло в кувалду, что сейчас выросло в Пригожина, который говорит, я вызываю Зеленского на воздушный поединок и так далее, и так далее. И тогда он этим все смеялся, потому что, ведь, собственно, господин Пригожин, как я понимаю, на тех раутах, он реально присутствовал и вот чуть ли не занимался раздачей блюд. То есть вот одной рукой американскому президенту подавали канапе, а другой, расстегнувшую ремку, ему мочились на ботинки. И Путину казалось, что он поймал Бога за бороду. И Путину казалось, что вот это и есть наслаждение. Вот он какой, вот никто так не может. И Путину казалось, что вот это он главный в мире, потому что он единственный в мире среди тех, кого принято в приличном обществе, потому что все-таки Муамар Каддафи не был принят в приличном обществе. А может, во время переговоров залезть на стол, расстегнуть штаны, сделать лужу, и все будут отворачиваться и говорить, ну, с Россией все равно придется договариваться. Ну, значит, вот на это будем смотреть в сторону. И вот всего этого Путин сейчас лишился. И вы представляете, как его корежат, когда он видит, что это вместо него Зеленский летает в Лондон. Он же понимает, он же не в состоянии понять, что это он виноват, что это он сам довел до этой ситуации. Он же, конечно, думает, враги заманили, вот подставили ловушку, вот это же значит, что они меня не любят. Да, русофобы абсолютно без... Русофобы, русофобы, хуже, плутинофобы. Да, не будем затрагивать печальную тему русофобия, я очень не люблю это слово. Вот оно используется в суе и не в суе, а Путинофобы. Они его такого хорошего не любят. С чего бы это? Что случилось? Да, ну, это вопросы риторические. Юлия, вот пока я не забыл, кстати, вот, я вот прошелся по списку того, что сейчас происходит в контексте визита Зеленского. И вот в этой же статье, опубликованной на сайте CNN, говорится, что в очередной раз Украина повторила свой призыв в МОК, то есть руководству Олимпийских игр, бойкотировать, не допустить российских атлетов до участия в Олимпийских играх в Париже в 24-м году, сославшись на прецедент вот Олимпийских игр в фашистской Германии тогда, в 36-м году, они прошли в Берлине, мы все помним, вот на вскид просто хотел узнать ваше мнение, насколько вы разделяете этот призыв не просто банить Россию как государство, идущее и атлетов, то есть спортсменов, идущих под флагом России, ну и вообще даже в частном порядке любых спортсменов с российским паспортом. Первый очень сложный вопрос, я считаю, что он далеко не самый главный, он вообще немножко идиотский, потому что, ну, простите, пожалуйста, вот во время Второй мировой войны, какие Олимпийские игры. Кстати, между прочим, если я не ошибаюсь, в Древней Греции с одной стороны на время Олимпийских игр, а, вы знаете, ведь можно что? Да, вот можно предложить Путину такой вариант, что ежели Путин хочет видеть своих спортсменов на Олимпийских играх, он может на это время приостановить боевые действия. Только на это время? Он, нет, я имею в виду в одностороннем порядке. Вот Олимпийские игры в Древней Греции, насколько я понимаю, когда происходили Олимпийские игры, боевые действия приостанавливались. А если страна Россия хочет участвовать в Олимпийских играх, почему бы ей на это время, руководствуясь вот этими древними скрепами, не остановить боевые действия, вот просто прекратить наносить ракетные удары, прекратить ползти вперед в Бахмуте? Я имею в виду в одностороннем порядке, не заключать никаких таких этих самых. Более того, если он готов сделать перманентно, то я бы радовал за то, чтобы МОК выделил какую-то квоту золотых медалей России просто вот только за это решение. Нет, ну это вполне резонное решение. Хорошо, я понял. Юля, ну тогда еще current event, что называется, смотрели ли вы речь Байдена, обращение к нации, стейдят в июне, что-то примечательное для себя там увидели, услышали? Для меня, я просто скажу, самое примечательное и обнадеживающее это был галстук Митча Макконнелла, главы республиканского меньшинства в Сенате, который пришел в голубо-желтом галстуке в цветах украинского флага. И в контексте той обструкции, которую чинят сейчас в республиканской партии трамписты, вот этот сигнал от традиционного республиканца, очень влиятельного, для меня был самым обнадеживающим фактором. Вы знаете, мне это тоже, вот то, что вы рассказываете, страшно понравилось, тем более, что вот тут Андрей Андреевич Пианковский тоже подтверждал, что в частности усиление поставок, сильное усиление поставок оружия связано в том числе с давлением республиканцев, нормальных республиканцев, что, в общем-то, совершенно естественно, потому что республиканская партия всегда была партией Рейгана, партия борьбы против империи зла. Так что, соответственно, это очень приятно. Другое дело, что я честно признаюсь, что все-таки я тут сижу, занимаюсь своими делами, читаю штуку, которая называется «Книга петуха», «The Book of the Cock». Нет, это очень почтенный христианский апокриф, середина, видимо, 4 века. В нем самой примечательной историей является история, вот вы знаете, что Иисус в свое время оживил жареного петуха. Да, конечно. Да, ну, конечно, он с ним сделал дальше. Съел? Нет. Ах, Питер, вот вы... Не почитал я Новый Завет, хотя я на самом деле дипломированный проповедник, скажу вам. Да, но поскольку речь идет о христианских апокрифах, которые написаны... Сейчас он есть только в Эфиопской церкви, он послал его шпионить за Иудой. Ага. Да, вот так вот. Вот поскольку я занималась этими вещами, а также апокалипсисом Баруха и некоторыми другими вещами, то вот... Юля, осторожно, «The Book of the Cock», как оно звучит в английском, может иметь дабл антандр, знаете, да? Да, ну, что делать? Слушайте, и петух в России, согласитесь, тоже многозначное слово. Абсолютно, да. Да, но в данном случае имеется в виду тот петух, которого оживил Иисус Христос и послал шпионить за Иуда и Скариотом. Поехали дальше. Поехали дальше, да. Вот, наверное, самая горячая сейчас новость, одна из самых горячих новостей, в том числе в украинском интернете, это смерть российского пропагандиста и не нациста Игоря Мангушева, формирование «Светлая Русь», ему просто была продемонстрирована такая сладчайшая просто карма, знаете, это, наверное, самая-самая точная дефиниция войны, что такое быть в состоянии войны, жить в стране, которая находится в состоянии войны, это вот иметь неподдельную радость, знаете, и наслаждение подобными новостями, что чуваку не прострелили то самое место, которое он демонстрировал, мы говорим сейчас про череп, вы помните все, как он демонстрировал череп Якова Азовского воина на камеру, при этом призывал к войне с Украиной как с идеей, не как с людьми, войне с Украиной как антироссией и получил в этот же, собственно, орган он и много дней при этом мучился. Вот карма всем зиганутым, так это в УПЗ, так это подается в украинском инете, и при этом есть такая информация, что он получил от своих. Какая у вас есть информация? Собственно, я тут с кармой-то поспорю, потому что это типичный случай, во-первых, он действительно, насколько я понимаю, получил от своих, потому что он получил в ТВ, и вот что там сейчас Морс пишет, что это была какая-то неудачная попытка грабежа. И обратите внимание, что таких разборок в ТВ, благодаря специфике того контингента, который привлекается к войне в Украине, их вагон и маленькая тележка, и, к сожалению, те люди, которых они стреляют, это очень часто мирные люди, и периодически до нас, и это украинцы, это граждане Украины, периодически до нас доходят самые какие-то страшные истории. Их очень трудно проверить за линией фронта, кого застрелили, кого отобрали, кого ограбили и так далее. Вот я бы сказала, к сожалению, что кармы-то тут нету, потому что здесь есть психологическое восприятие. Если бы этот человек не бегал по сцене Мариупольского театра с черепом, и не был пропагандистом, и не красовался со своими наколками, то никто бы просто не заметил очередной разборки, когда одни замочили других и что-то не поделили. Но он бегал, и все, конечно, это отметили. Вот это ложное совпадение, вот это абсолютно типичная человеческая психика, из которой карма и складывается. Ну и тем не менее это будет очень показательно, опять-таки, в силу его публичности, это будет показательно для... Конечно, как басня это хорошо, а как карма это вот иллюстрация к специфике человеческого восприятия теории вероятности. Кстати, пока мы на этой теме, вот разговоры, информация, которую мы имеем, в том числе из украинских разведывательных источников, в том, что все-таки те же и пригожинские зэки уже намного менее охотно идут на войну в Украине. Есть про дезертистство, да, мы понимаем, что эти случаи есть, пока непонятно, насколько массово. Но вот у вас есть какие-то подтвержденные данные того, что Пригожина стало намного сложнее рекрутировать зэков? Во-первых, я бы не торопилась ставить точку и даже запятую на Пригожине. Я вас уверяю, что у Пригожина по-прежнему прекрасные отношения с Путиным, насколько мне известно. Я бы призвала не преуменьшать то, что сделал, к сожалению, не преуменьшать то, что сделал Пригожин, потому что пока вот эти зэки бросали стопку Бахмутов, с другой стороны бросали стопку украинские части, те самые, которые могли бы наступать на Запорожье. Я это много раз говорила, что стратегически, вне зависимости от того, что Пригожин Бахмут не взял, он свою задачу выполнил, потому что он задержал украинское наступление тем, еще в тот самый момент, когда не было больших масс российских мобилизованных, и когда Запорожский фронт был практически обнажен, он задержал его просто тем, что бросал там зэков. И еще раз повторяю, это был просто бизнес договор между ним и Путиным, возвращаясь к тому, что говорит Осечкин, но вот они посмотрели, есть зэк, зэк все равно кончит тем, что убьет кого-нибудь или украдет кого-нибудь и попадет туда же. С точки зрения Путина и Пригожина человек, он никчемный, да, откровенно говоря, и не хочется спорить в этом конкретном случае с этой точкой зрения статистически, потому что, естественно, есть там люди, которых жалко, но статистически мы понимаем, что это за люди. Соответственно, вот содержание его в тюрьме будет стоить столько-то, проще посудить ему, посулить ему 100 тысяч рублей, он пойдет и там сложит голову и послужит удобрение. Это во-первых. А во-вторых, есть главная вещь, которая вот на наших глазах произошла, которая гораздо шире того, что там Пригожин в фаворе, не в фаворе. Это замена Суровикина на Герасимова, потому что Суровикин и был представителем той части генштаба, той части военных, которые говорили разумные дела, разумные слова «надо становиться в оборону». Замена Суровикина на Герасимова – это замена позиции «надо становиться в оборону». На позицию «надо наступать на Донбассе», потому что великий вождь Кормчий сказал, что есть ОГО, есть еще порох в границах. Вот тут Бернс и Салливан предлагали какой-то нехороший мир, при котором Путину надо было остановиться на текущей линии на Донбассе, а не мы сейчас захватим те самые линии обороны, которые мы не могли захватить в течение года. После этого мы начнем переговоры о перемирии и мы покажем, что мы еще ОГО. И вот это самое главное – замена Суровикина на Герасимова. Она произошла ради этого. Она произошла на самом деле не от того, чтобы унизить Пригожина, но понятно, что попутно получился совершенно феерический эффект, потому что только что у нас был Пригожин, который… Ну, люди, которые бросали вызов Герасимову и вербовали зэков в тюрьмах. И теперь у нас есть Пригожин, который там задирает Гиркина, что-то позирует в самолете. Ну, слушайте, только что он задирает Герасимова, а теперь он задирает Гиркина, чтобы остаться в публичном поле. Ну, и при этом передают нам в том числе и ГУР, источники ГУР, наше разведывательное управление, о том, что якобы конфликт между Шойгу и Пригожиным усиливается. И он, учитывая то, что Шойгу намеренно, как передает этот источник, не упоминает участие в боевых действиях бойцов ЧВК Вагнера и приписывает успехи только себе. Насколько эта тема реальна или раздута, и насколько можно расценивать ее как нечто, которое может послужить ситуацией, вот этот разлад, если он есть, послужить интересом Украины. Слушайте, конфликт между Шойгой и Пригожиным существовал всегда, веки веки. И я вам объясню суть конфликта в двух словах. Вот вы видите там Тимура Иванова и еще разных людей, которые окружают Шойгу, вот ту жену Тимура Иванова, которая фигуряет в бриллиантах, или в чем она там фигуряла в Париже в марте, когда уже была война. Скажите, пожалуйста, когда Шойгу распределяется откаты, пригады распределяет заказы на обслуживание армии среди доверенных ему людей, а кто получает откаты? Так, Фитер, я спрашиваю. А что же вы киваете-то? А кто получает откаты? Скажем, кто является бенефициаром таких заказов? Ну, я думаю, что непосредственно Путин и его команда. Ну, слушайте, нет уж. Тогда давайте непосредственно окружение Шойгу. Кто не знает, тот и имеет. А теперь вопрос. Уже не Путина, а непосредственно Путина тоже, разумеется, в том числе на строительство дворцов Геленджики и т.д. и т.п. Не-не-не, слушайте, дворец Геленджики – это отдельно. Вот Шойгу распределяет подряды, и он распределяет их, понятно, среди своего окружения, и его окружение является бенефициаром. А теперь Шойгу говорят, отдайте подряды Пригожину. Пригожин выполняет подряды. У вас был вопрос, не к этому вопросу, кто является бенефициаром? Ответ, естественно, те, кто вокруг Пригожина. И понимаете, что этот конфликт, он носит совершенно непреодолимый характер, потому что вот ещё по поводу мировоззрения можно договориться. Но когда речь идёт о совершенно конкретном миллиарде за совершенно конкретный подряд, если он лежит на счетах одного, то очень сложно сделать вид, что он лежит на счетах другого. Это я к тому, что конфликт между Шойгой и Пригожиным имеет абсолютно экзистенциальную природу, упирающуюся в самый характер путинской власти. И он был таковым задуман, собственно, Путином, потому что у Путина нет разделения властей, но любой самодержавный правитель всегда думает о том, как контролировать ситуацию. И он ситуацию контролирует с помощью склок, интриг и доносов. Соответственно, вот продолжается ровно то, что продолжалось. У Путина нет парламента, нет законодательной, судебной и исполнительной власти, которые конкурируют между собой, но у него есть клики, которые ненавидят друг друга. И ненависть клик друг к другу, она покоится не на каких-то идеологических соображениях, а ровно на вопросе о том, кто на чьих счетах лежит откат за тот или иной подряд. Соответственно, поскольку это способ управления государством, то оно продолжает так управляться. То есть вы думаете, что с Пригожным что-то случится. То, что нам вот втюхивали в political economy, rent-seeking, это есть этот феномен, который как краеугольный камень этого конфликта, если я вас правильно понял. Но раз мы уже говорим про Пригожный... Второй краеугольный камень этого конфликта – это желание Путина. И, кстати, я должна добавить, вот я забыла про Герасимова. Какой был еще поворотный момент, вот пиковая карьера Пригожного, после которой все немножко пошло не так. Это, конечно, история с нуждом. Вот все замерли и всем казалось, там, я думаю, половина московских олигархов и чиновников думали, а эта кувалда не по ним стучит. Это вот то, что вы говорили тогда, это как раз разбазаривание монополии на насилие. Да. И разбазаривание монополии на насилие, с одной стороны, и я не думаю, что Путину это теоретически нравится, но с другой стороны, еще раз повторяю, говорить, что Пригожин кончился, ну, совсем в прежнем времени. Нет, понятно, да, согласен с вами. Вот раз мы говорим про Пригожина, возможно, еще одна кармическая такая вещь, ну, вы, возможно, опять поспорите, насколько это кармически, но я сейчас говорю о том, вот, о тяжбе Пригожина и Венедиктова. Суд отказался пересматривать заявление Венедиктова, при том, что Пригожин, по поводу того, что Пригожин является главой создателем ЧВК Вагнер. До его признания это было сделано, да, это заявление Венедиктова. После этого Пригожин признал этот факт и готов был даже отдать победу, как это передают в СМИ, в суде самому Венедиктову. И при этом суд отказался пересматривать прежнее решение по иску бизнесмена. Мы знаем, что Венедиктов остается в Москве. Очень много вопросов к этому человеку. Когда я вот смотрю такую новость, у меня сразу в голове известная российская присказка «С волками жить, поволчевый». Вы что думаете про это дело? Смотрите, вот в данном случае это абсолютно клинический, прекрасный пример того, как устроена современная российская действительность. И ее можно описать так. То, что позволено сторонникам, те фразы, которые позволены стороннику режима, в том числе совершенно человеконенавистнические, а констатация этих фраз и просто цитирование даже этих фраз не позволено тому человеку, который по каким-то причинам подозрителен. Вот мы видим, что Путин уже произносит слово «война», но депутату Коринову дают, я извиняюсь, забыла, 8 или 9 лет. А вот мы видим, что тот же самый Мангушев, который мы тут в них ночью упоминали, ходит по сцене с черепом, но представьте себе, что те слова, которые он говорил, кто-то «я», «вы», «невзоров» приведете в качестве цели спецоперации и скажете, что это фашизм, что это нацизм, что это человеконенавистничество. Тут же за это может быть заведено уголовное дело, как вот очередного сейчас человека, очередную журналистку судят в России за то, что она сказала про бомбежку Мариупольского роддома. Почему-то это было очень чувствительно у российской власти, и невзорову за это же самое дело дали заочно 8 лет или 9 лет. Я уже опять, Александр Глебович, извините, забыла сколько. Но обратите внимание, что если вы пойдете в российские задпаблики, то вы просто там у Ходоковского, например, встретите долгое рассуждение о том, к чему Мариуполь надо было снести с лица земли. Вы можете пойти, вот там есть в комсомольской правде, по-моему, какой-то сумасшедший пропагандист, которого зовут Мардан, он тоже уже говорил, как надо сносить украинские города и так далее, и так далее. То есть есть определенное количество зэк-пропагандистов, которые все это говорят совершенно спокойно. Но когда то же самое, говорит человек, находящийся в позиции режиму, тут ему выкатывают фейк за дискредитацию российской армии. И вот это ужасно похоже на то, как делают исламисты, потому что если вы зайдете на какой-нибудь исламистский сайт, то вы там видите фетву, богослов обсуждает, можно ли убивать жены детей неверных. Ответ – можно, потому что это вселяет в их сердца беспокойство и страх и горечь и гибель. Дальше вы видите какого-то школьного учителя или каликатуриста, который говорит, что вот смотрите, эти люди убивают невинных. И тут же оказывается, что он просто, просто повторив то, что самое то, что написано на исламинском сайте, страшно оскорбил Аллаха. Это вот такое вот кондиционирование. И что он соврал главное, он лжец. А вот это вот такое очень характерное кондиционирование, когда то, что является просто лозунгами режима, если просто повторяет человек, который режима в оппозиции, ему говорят, не-не-не-не-не-не, ты соврал, и мы сейчас на тебя возбудим уголовное дело. Вот оказывается, что Пригожну разрешено говорить, что он является хозяином Чебака Вагнер, а Венедиктову это не разрешено повторять. И это все нам абсолютно напоминает Орвелла и 1984 год. И это называется двумыслие, только это такое двумыслие, возведенное в квадрат. Когда, вот как там Стресснер говорил про экономику, что своим всем врагам закон. Это очень, кстати, показательно. В начале войны мы помним случай, как в одном провинциальном, в какой-то условной Рязани, чувачок стоял, просто выставил столик на улице и бесплатно раздавал 1984 книгу Орвелла, за что его изъяли весь, разумеется, весь тираж у него, и ему выписали административный штраф. То есть более Орвелловского события представить себе сложное, как вот это. А по поводу Путина, просто то, что вы говорите, действительно, самый яркий пример, что насколько это было оговоркой, что он называл эту войну или нет. Вот я говорил со Стасом Белковским буквально на днях, он сказал, что это было абсолютно сведомо, то есть это было абсолютно осознанно, дабы продемонстрировать, что вот есть у нас самодержавец, монарх, и его слово, по сути, закон. Если он сказал, значит, ему так можно. В том-то и дело, ему можно. А девушку, которая написала «Нет войне», и тоже три точки поставила. Судят, хотя и удалось доказать, что она была против обуви. Сейчас я просто себя немножечко, когда отвечали, там, возможно, зрители услышали нас. Я замьютил свой микрофон, началась воздушная тревога, я никуда сейчас бежать не буду, хотя это, то есть я уже нахожусь в надежном месте, друзья. Но, знаете, не удивился бы, не удивился бы, что не дай бог, но если будет что-то сегодня, это можно обязательно связать, разумеется, с визитом Зеленского в Лондон. Каждый раз Путин пытается дать именно такой послать сигнал, что клали мы на ваши международные визиты, а может быть, даже вот это злобы. Вот то, что вы сказали, Юля, что ему уже... Неворачивается. Неворачивается. Вот просто представьте, вы помните, как он где-то еще в войне не был, но его в Австралию все-таки пустили, и он там сидел в углу, как в Тараконе. В гордом одиночестве. Да, и все было написано на его лице, потому что ведь он же, я говорю, не Муамар Каддафи. Вот ведь на самом деле все эти визиты в Осватине, они же в том числе, чтобы как-то себе подбодрить настроение, не только же публике. Вот видите, у нас еще есть союзники из Вануату, они нас любят, они нам дарят деревянные бусы, могут подарить еще кое-что еще. Юль, ну, возможно, вы недооцениваете все-таки затею. Лавров уже несколько раз побывал в Африке, вот еще помним его блиц, турне африканское летом. Вот Осватине. Недавно он был в Мали, а это пояс очень важный. Сахел, это как раз подсахарные государства, те же Мали, Буркино-Фасо, многие из них бывшие французские колонии. Большинство из этих, ну, разумеется, центральная Африканская республика, где уже какое-то время орудует ЧВК Вагдер, выкачивает оттуда золото, причем 95% этого золота вывозится нелегально, по оценкам международных экспертов. Так вот, все эти персонажи, пришедшие в результате путчей, они сейчас очень активно клянутся в верности Путину. И таким образом, вот передает в том числе и западная пресса, СНН, Россия пытается развивать эту антиколониальную, антианглосаксонскую риторику, что якобы не Украина ведет антиколониальную войну, а собственно Россия, как и в свое время африканские страны, ведет антиколониальную войну против того же колониального мастера, хозяина, как и у африканцев в свое время этого тлетворного и подлого Запада. Ну и, разумеется, речь идет и о голосовании в ООН. Разумеется, Лавров хочет немножечко поправить эти цифры, которые явно не на пользу России и т.д. и т.п. Поэтому я думаю, здесь на самом деле нужно встревожиться Западу. Вот этим объясняется, собственно, и решение Украины усилить свое присутствие дипломатическое в Африке. Разумеется, бой абсолютно неравный. Но вот украинцы серьезно задумались об этом, и я думаю, что давно пора. Питер, можно у меня встречный вопрос? Скажите, пожалуйста, сколько Советский Союз вложил миллиардов в поддержку вот всех этих идиаминов и прочее, прочее. Я даже напомню нашим слушателям, я вот вашему коллеге Юрию Бибику на фабрике Женовин очень красочно объясняла про королевство и сватение, про тамошний обычай выборов жены из нескольких тысяч девственниц, которые танцуют перед царем. Про убийство бедикаментозного льва там и так далее. Да-да-да, там просто вот весь набор, это представьте себе каменный век, плюс какие-то вот такие эффекты, плюс, значит, все это снимается на современную кинопленку. Скажите, пожалуйста, вот сколько миллиардов Советский Союз вложил в поддержку аналогичных движений? Ливии, не только, кстати, в Африке, в Южноамерике, еще где-то. И скажите, пожалуйста, чем это все закончилось? Я с вами, я понимаю, да, риторический вопрос, я к этому, в принципе, тоже ввел. Я думаю, опять-таки, сами цифры говорят за себя, как выкачиваются эти народные богатства, то есть, если мы говорим про это же золото, там и алмазы в Центральной Африканской Республике, понятно, это вызовет обратную как бы волну, рессентимента. И в следующий путь, те, которые свергнут этого, поддерживаемого Вагдером князька, соответственно, эта метла уже начнет выметать и вот эту новую колониальную державу, потому что понятно, что россияне сейчас орудуют похлеще, наверное, чем предыдущие колониальные хозяева. Да, значит, вот этот миф о колониальных державах, которые высасывают из бедной Африки, вне зависимости от этого, страшные англосаксы или страшные русские, которые высасывают из колониальной Африки и благодаря этому она такая несчастная, бедная богатство, то как бы это вам сказать. Вот любая Кремниевая Долина производит гораздо больше богатств просто из обычного песка, Кремниевого песка, чем любая вот эта вот самая богатая нынешняя экономика, современная экономика, ну, за редкими исключениями, она не является сырьевой экономикой, она является экономикой добавленной стоимости. Более того, она является экономикой не просто добавленной стоимости, а добавленной интеллектуальной стоимости. Она, как правило, является постиндустриальной экономикой. Деньги, которые способен заработать для себя и для своей страны программист, который просто сделает приложение, они несравнимы с деньгами, которые рано или поздно заработаются через какую-то горнодобывающую компанию. И в этом смысле это главная проблема Путина, потому что он считал, что Россия, будучи петрократии, будет способна диктовать что-то миру. А сырьевых сверхдержав не бывает. Бывают только сырьевые придатки. А поскольку уж речь заговорила, пошла об Африке, я не могу не рассказать мою любимую историю о великой колтановой державе Конго и о мифе, который заключался в том, что в конце 20-го, начале 21-го века в Конго было очень много войн, очень много беспорядков. И главным камнем раздора был колтан. Это колтановая руда, из которой, соответственно, добывали металлы, из которых делали конденсаторы. Цена этого сырья на рынке резко возросла с появления микроэкономерной промышленности. Там началась просто ужасная резня, в которой все участники убивали друг друга, ели друг друга, ели пигмеев, потому что их пигмеи, там местных охотничьих племен, особо за людей не считали, ели, естественно, обезьян, которых они считали, что они сильно отличаются от пигмеев и так далее, и так далее. И вот везде левая пресса западная писала, что вот в этом виноваты западные корпорации, которые колониальные, то все пятое-десятое, сейчас они хотят загробастать богатство Конго. На самом деле богатство Конго выглядело так, что там была дыра в земле, которая добывалась примерно тем же способом, что во времена фараонов. Над ней стоял человек с автоматом, и, соответственно, любой житель Конго либо он лез в эту дыру в земле и становился рабом, либо он получал автомат и становился над тем, кто копался в земле. И, соответственно, на что шли деньги, заработанные с помощью колтановой руды, на то, чтобы купить автоматы и стоять над человеком, который роется в земле. Кончилось это тем, что просто державы и корпорации договорились, если они сказали, нам не нужна эта кровавая руда. И, несмотря на то, что Конго является абсолютным сырьевым монополистом, стал просто колтановую руду приводить, если я не ошибаюсь, из Австралии. То есть нету... Путин читает плохие книжки. Ему как в КГБ преподавали, что западная демократия это такой фасад, за которым скрываются продажные политики и многомиллиардные корпорации, которые используют правительство как рычаг для получения аренды. Ну и все это прикрыто сверху фальшивными выборами. И вот он построил то же самое в России. Он же по рецепту построил, который ему обещали в КГБ. Он же думал, что он строит то же самое, что на Западе. Он же думал, что Западом правит Бельдоберский клуб, и сейчас его возьмут. Его главная обида на Запад заключается в том, что по какой-то причине эти нехорошие люди, которые его не любят и которые делают у себя дома все то же самое, что он в Бельдоберский клуб, его не взяли. Вот как он читал эти книжки и построил это внутри России, точно так же, судя по всему, эти милые люди читают книжки о колониальной Африке, в глубине которой лежат страшные гигантские богатства. И вот эти богатства сейчас можно переделить с помощью гавнера. В голову приходит сердце дьмы Джозефа Конрада. Кстати, друзья, обязательно так или иначе прочитайте эту книгу, если еще не сделали. Абсолютно. «Харта в Дакнесс» прекрасное произведение. У меня есть Джозеф Конрад, правда, не эта книга, у меня есть с подписью Конрада 25-й год в моей коллекции. Вау. Я коллекционирую подписанные книги. Да, и понимаю, что, по имени всего прочего, это абсолютно уникальный писатель, который не знал английского, на котором начал писать, потому что это был поляк, его звали Конрадинский, он убежал из дома, находился на карабах. Он на территории Украины, в районе Бердичева, если не ошибаюсь. Слушайте, ну, это вот как раз вопрос... Набоков сказал, я сказал, ну, Набоков каламбурщик был, которому не было равных, он все время сказал, что по поводу... Ну, он сказал по поводу... Небажно, когда он комментировал какую-то транзицию, он сказал, I'm too old to change Conradically. Да, это было хорошо, сказал Набоков. Набоков как раз, как ни странно, Конрада не любил. Он говорил, что вот человек, который выучил язык в таком полном возрасте, в позднем возрасте, должен был изобрести свой язык. И ему как раз не нравилось, что язык Конрада, он же действительно очень специально сложный. И человек, который этот язык начал учить в очень позднем возрасте, да еще и юнгой на корабле, не юнгой, там, матросом, он пишет, ну, вот как писал Диккенс, только еще сложнее. Ну, я вам скажу, что как бы Набоков тоже не из легких, окей? И даже просто Лолиту, там, или Пнин, или Ада. Это очень сложный текст. Но мы ушли. Так, наши слушатели сейчас нас поедят за Конрада и Набокова, потому что они хотят... Ну, пусть, пусть, если любят, поискренне любят латыни, но искренне так терпят Залмаева, пусть терпят вот и этот небольшой экскурс литературный. У нас остается буквально еще пять минут. Нет, это уже второй денежин, потому что перед этим мы говорили про книгу Петуха, который был оживлен и шпионил чудо-искариотов. Да, теперь мы уже дошли до сердца тьмы Конрада. Поэтому предлагаю вернуться... Когда вы стали говорить про этот антиколониальный дискурс, я задумалась, что... Я как-то никогда об этом не думала. Я задумалась, что наверняка действительно они в Кремле, поскольку они помешаны на сырьевых богатствах и контроля с помощью сырьем за миром, то, дескать, мы скупим то, сё, десятое это, а потом там чего-то будем контролировать. Вот еще раз повторяю. Богатство современного мира, оно не в алмазах, оно в микросхемах. Более того, оно не в микросхемах, а в тех, кто придумывает микросхемы. Аминь, аминь. Юля, по поводу... Извините, я просто буквально докончу. И поэтому совершенно очевидно. А кроме того, все те страны, в которых они пытаются договориться, это страны, где культура договоренностей отсутствует принципиально. По сравнению с ними Путин, с его привычкой кидать лохов западных, это просто еще мальчик. И это, кстати, совершенно не случайно, потому что очень часто думают, почему Запад стал Западом, а очень много других культур, очень разных, потому что Африка, Ближний Восток – это очень разные культуры. Многие из них очень предприимчивые культуры, как на Ближнем Востоке. Почему в них не развился капитализм? Ответ – потому что капитализм построен на договоре. Люди договариваются друг с другом и соблюдают эти условия, даже если им это невыгодно. Так вот, Путин всегда считал, что это для лохов. Но почему-то, считая людей на Западе лохов, он не обращает внимания, что когда он идет договариваться в Африку, вот тамошняя публика, она вообще считает, знаете, вот я просто представляю себе в деталях, но я не буду рассказывать, а то нас забанят, что случится с путинскими мангушевами, когда они останутся в Африке по проигрыше Путина и без поддержки. И это обязательно будет. Да, это обязательно будет. Sweet karma. Юля, давайте все-таки к новой теме. Это не карма, это закономерность. Да. По поводу, по поводу, по поводу израильского направления, в том числе и российской дипломатии, новое сейчас правительство, и интересные сигналы идут из Израиля, что Нитоняху якобы готов пересмотреть вопрос поддержки Украины. Ну, вопрос остается открытым. Много у меня сомнений на этот счет. Ну, вот его предшественник, Нафтали Беннет, разразился целым такими очень интересными и очень сомнительными такими откровениями. Я вот хочу показать небольшой кусок моей вчерашней беседы на канале «Утро февраля» с известным вам Михаилом Шейтельманом. И после этого я хотел бы услышать вот ваше ощущение по поводу того, что сказал господин Беннет. Разразился откровением, что якобы он спас жизнь украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Да, вот интересно, меня удивило тут такое. Первое, а почему он не стал спасать жизнь Путина? Ну, то есть он обратился к Путину со словами «Владимир, пообещай мне, что ты не убьешь Зеленского». И тот ему пообещал, и дал слово. А почему он, звоня потом Зеленскому, он же потом говорит «Тут же я позвонил Зеленскому». Он не попросил «Владимир, дай мне слово, что ты не убьешь Путина». Этого в его речи не было. То есть жизнь Путина ему наплевать, что ли? Я не понимаю. Путин тоже сидел в бункере, правильно? Точно так же его могли убить украинцы, как россияне могли убить Зеленского. Никакой разницы здесь нет. Учитывая, сколько миллионов этнических украинцев проживает на территории Российской Федерации. Да, и как бы у нас война вообще-то. Они стреляют в нас, мы стреляем в них. Как сегодня Данилов сказал, у нас есть украинское оружие, которое спокойно может обстрелить российскую территорию. Поэтому непонятно, почему он не спросил Зеленского, собираемся ли мы убить Путина, и не взял такого честного слова. Ну а дальше, конечно, в этом выступлении было такое количество вранья откровенного. В частности, мы знаем, что Зеленский снимал на улице ролики, а не сидел в бункере. Мы эти ролики просто видели. Поэтому нам Беннетт может не рассказывать этих сказок. А то Назарветяна может рассказать сказки, что Зеленский сидел в бункере и только благодаря Беннетту вылез оттуда. Ну и можем не рассказывать тоже о сказке, что он по WhatsApp звонит из Москвы. Из Москвы, внимание. Едет из Кремля в аэропорт, звонит Зеленскому, сидящему в бункере. А тут, конечно же, отвечает. Берет трубку, говорит, Беннетт, ты где? Говорит, я в Москве. А, ты в Москве? Ну как там дела? Говорит он 5 марта 2022 года. Вот я тоже поверить не могу, как понятно. Так что явно заврался господин Беннетт. Ну, чувстве юмора нельзя отказать Михаилу Шейдману. Юлия, вот ваше ощущение вообще? Для чего? Что это за коммуникация такая? Что это за вброс такой? Или это потуги изжившего себя политика как-то заявить о своей релевантности? Я думаю, что это второе, потому что я не вижу адресата нормального для этого сообщения, но действительно, тут я просто вот хочу Михаилу поддакнуть, а потому что мы услышали вот такое впечатление, что Нафтолибенец считает, что все это происходило 2000 лет назад, и мы не знаем, как это происходило, но это уже, в общем, происходило на наших глазах. И он выдвигает новую версию, что оказывается, это он спас Зеленскому жизнь, Зеленский сидел в бункере. У меня, во-первых, вопрос, а где же Зеленский должен был сидеть 5 марта, когда было известно, что Путин послал несколько команд его убить, и что же плохого в том, чтобы президент воюющей страны находился посереди войны действительно в секретном бункере, это совершенно правильное место, где он должен находиться. Это как-то вот странно, что Путин за много сотен километров от линии фронта находится в бункере, и под него судя не вылазит, хотя он прямо в этом бункере умудрился улететь во страну. Но тут надо напомнить просто несколько фактических обстоятельств. Первое. Беннет нам рассказал гордую миру, что вот он позвонил Зеленскому, после этого Зеленский вылез из бункера и записал интервью. Ну, извините, господа, это вранье, потому что, вот как совершенно правильно сказал Шительман, мы все можем легко проверить, что первое видео Зеленского на улицах Киева было записано 25 февраля, а потом 26-го, и записано оно было именно потому, что российская пропаганда усиленно рассказывала, что Зеленский из Киева уехал. Что, кстати, он вполне легко мог сделать, если бы хотел, потому что, как известно, американское прессе в этот момент оружие не предлагало, предложило Зеленскому помощь в эвакуации, он сказал свою знаменитую фразу, что мне нужно оружие, а не билет на самолет. К вопросу О. Кроме этого, я хочу, в общем-то, как-то напомнить господину Беннету, он, возможно, не знает, что, во-первых, Путину не стоит верить в подобных вопросах. Вот мы только что обсуждали, что как-то, да, вот Путин сказал, но все, раз сказал, не убьет. А во-вторых, что даже сейчас мы знаем, и об этом уже неоднократно писали газеты, что было большое количество диверсионных групп, которые были посланы в Киев именно с целью убить Зеленского. Более того, вот тот же Владимир Осечкин говорит, этот говорил Христо Грузев, Владимир Осечкин говорит о других диверсионных группах, созданных на базе Редута, которые были, по словам Осечкина, я тут цитирую, во-первых, они направлялись в СБУ, а во-вторых, так на минуточку, они направлялись по адресам, частным адресам квартир, где жили офицеры СБУ. Вот это степень того, что приказал Путин, это то, что Путин хотел сделать. И тут вдруг вылезает такой Беннет и рассказывает о Зеленском, который прятался в бункере, и он, Беннет, этого Зеленского спас. Ну, опять-таки, Юлия, вы знаете, то есть, Путин мог в любом случае сдержать свое слово, если бы Зеленского, не дай бог, убили ДРГ, Путин бы мог сказать, ну, это же не я его убил. Так в том-то и дело, что то слово, которое дал Путин, не стоит того самого жареного петуха, которого воскресил Иисус. Юля, последний вопрос, буквально, не могу не задать вам, по поводу Алексея Арестовича, вашего любимца, частого вашего гостя, у вас, я так понимаю, регулярные стримы, и вот очередная халепа, есть такое прекрасное украинское слово, ситуация такая, как передает НВ, украинское здание, недавно уволившись с должности внештатного советника офиса президента Алексея Арестовича, после скандальных заявлений о причинах трагедии в Днепре, вновь привлек внимание к своим высказываниям на сей раз о сценарии двух корей для Украины. Вот он сослался при этом на некий доклад американского антирического центра Рент Корпорейшн, и вот уже понеслась, уже российский, ну, во-первых, Дмитрий Медведев уже сослался на этот сценарий и обсмеял его, вот передается на разных российских фабликах вот по такими заголовками, Арестович призвал украинцев умереть свои амбиции и приготовиться к поражению, вовремя сориентировался, в ГД объюзили, почему Арестович переобулся, начал говорить правду и т.д. и т.п. Внимание, вообще вопрос, внимание вопрос, перед нами скажу преамбулу, с Алексеем перед нами нормальные теплые отношения личные, ничего, никакого анимуса негативного не имею, тем не менее, вот на ваш взгляд, стоит ли нам слушать сейчас человека, какой вес его мнения, человек, который говорил сначала 2-3 недели и мы, и все русским, а сейчас говорит про сценарий двух корей. Нет, Питер, во-первых, вы поступили, на мой взгляд, очень нехорошо, цитируя не слова Арестовича, а цитируя изложение этих слов российским пропагандистам. Ну, так это же повод, все правильно, да? Я не говорю, что они... Российские там Z-каналы и всякое так далее, они все могут... Они завтра возьмут нашу с вами беседу и нарежут ее так, что и Юлия Латынина, и Петер Залмаев вот просто к гадалке не ходи. Это первое. Второе. Я внимательно послушала, значит, что Арестович сказал насчет двух корей. Я внимательно послушала то, что Алексей сказал о Марка Фегина буквально спустя пару дней после этого, когда он сказал, что, грубо говоря, сценарий двух корей это информационная психологическая операция, которая забрасывается нашими врагами. Когда мы с Алексеем будем делать очередной стрим, я обязательно спрошу его все-таки, значит, какой из вариантов он выбирает. И я не знаю за Алексея что он имел в виду. Но я могу сказать, что Алексей Арестович принимает на свою голову все молнии ровно потому, что он с моей точки зрения является сейчас самым выдающимся мыслителем и стратегом. Ну, среди тех, кто говорит, потому что я не знаю, он может быть заложенный, еще более глубокий мыслитель и стратег. Я даже уверена, что то, что творится на поле гораздо важнее. Но среди людей, которые находятся в публичном поле, Алексей Арестович и это правда просто на голову возвышается над остальными. Каждый человек, который на голову возвышается над остальными, он вызывает а, всегда большую зависть, б, он возвышается над остальными ровно потому, что он позволяет себе начать обсуждать вещи, которые многие не могут позволить себе обсуждать. Кстати говоря, я, будучи гражданкой России, тоже предпочла бы эти вещи не обсуждать, ровно потому, что я являюсь гражданкой России. У меня есть несколько очень сильных стопоров, несколько очень сильных вещей, которые я не обсуждаю. Не потому, что, да, есть какая-то цензура, а потому, что я считаю, что, ну, скажем, я уже повторяла эту аналогию, когда происходит теракт, то плох тот имам, который начинает разговор с разговора об недопустимости и исламофобия. Он может как-то выразить свое отношение к происходящему другим способом. Но, еще раз повторяю, Алексей Арестович, с моей точки зрения, просто является выдающимся сейчас для Украины человеком, в том числе, потому, что он обсуждает те вещи, которые многие очень не хотят обсуждать, которые именно поэтому изгоняются из публичного поля. Эти вещи бесспорно может обсуждать только украинец, но просто вот россиянин совершенно точно сейчас не обладает мандатом на их обсуждение. И, как бы вам сказать, вот эту привычку кусаться Арестовичу, она мне, конечно, напоминает знаменитую афинскую историю про Алкивиада, которого подвергли астракизму. Вы помните эту историю. Напоминаю, что когда человека подвергали астракизму, то просто собирались люди, писали на черепках имя того человека, который они хотели бы изгнать из Афин, и вот какой-то человек подошел к Алкивиаду и говорит, слушай, я неграмотен, помоги мне заполнить черепок, напиши, пожалуйста, на нем имя Алкивиада. Алкивиад говорит, ну хорошо, написал имя, говорит, а слушай, чем тебя досадил так Алкивиад, и почему ты так хочешь, чтобы именно его выгнали из Афина? А на что человек отвечает? Я против него ничего не имею, но я все время слышал Алкивиад, Алкивиад, все, Кивиад это, мне это, значит, не нравится, я ему завидую. Вот, господа, не завидуйте, обсуждайте. Ну, не, на самом деле, то, что вы говорите, очень поучительно, я думаю, что как минимум, тут есть один урок, что иногда нужно уметь также залегать в тень и брать отпуск. Иногда. Не пишите на черепках ни имя Алкивиада, ни имя Арестовича. Так я вам другой пример, это, кстати, очень характерные процессы, которые происходят в демократии, и поэтому видно, что Украина демократия, потому что в тиранях происходят другие процессы, в тиранях происходят вот публичные чистки и всякое так далее. Хотя вот культура отмены, она тоже, как мы видим, происходит в демократиях, она пришла по наследству из всяких маоистских и советских кругов. И тогда я расскажу другую историю, тоже афинскую, которая заключается в том, что была знаменитая битва, морская, при Аргенузских островах, если я не ошибаюсь, во время которой афиняне одержали победу, но не смогли, из разыгравшегося струма, похоронить тела убитых. И там тоже были, видимо, свои фракции, потому что несколько человек перед тем, как официально стали известны результаты битвы, прибежали в Афины и начали будоражить толпу с ислами. Вот негодяи, стратегия, там было 30 стратегов, которые командовали этой битвой. Негодяи, 30 стратегов, они, значит, не похоронили тела убитых, да как же это можно? Толпа распалилась, толпа пришла в совершенно невменяемое состояние. И когда 30 стратегов прибыли в Афины с выигранным сражением, то толпа постановила их казнить, потому что вот святотатство не похоронили тела убитых, да как же можно? Казнили. Я напоминаю, что это была последняя битва, которую выиграли Афины, потому что флот был настолько деморализован этой ситуацией и настолько шокирован, что едят своих, что, в общем, дальше Афина с военно-морской точки зрения ждала печальная судьба. Очень надеюсь, что вот на этой ноте хочу закончить, надеюсь, что эта историческая параллель не состоит. Так, Юля, и учитывая, что мы ссылались и на эллинские, и на иудейские источники нашей беседы, хочу вам сказать эвхаристо параполи, туда раба. Подписывайтесь, читайте двухтомник Юлии про Христа, мой одноклассник сейчас, Константин Бугаев, зачитывается им, еще раз напомню, что не забывайте, что Юля еще и выдающийся автор современности. Юля, спасибо большое, что были с нами, Юлия Латынина, подписывайтесь на канал Юлии Латыниной в YouTube, в Telegram, подписывайтесь на Фабрику Новин, все будет украина, спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok